Эфир телеканала Беларусь-2 продолжает молодежный и интерактивный проект Пин-код. Меня зовут Герман Малышицкий, со мной рядом Катерина Додеркина, и сегодня мы будем вас удивлять. Чур, Герман, я первая. В конце концов, не зря целую неделю училась фокусами. Поэтому сегодня в прямом эфире я на глазах у всей страны за 3 секунды изменю пару года. Давай, Катя, Копян, неужели ты в январе снег нам дашь? Не смеши людей. Нет у меня таких банальных фокусов, Герман. Все очень оригинально и интересно. Итак, внимание. Яблоня летняя. Раз, два, три. Яблоня осенняя. Так-то. Да уж, Катя, боюсь, что этот фокус понравится не всем. Ну, нашим зрителям точно, наверное, не понравился. Не понравился тем, кто будет их потом убирать. Но, тем не менее, Катя, как мне кажется, тебе фокусником все-таки не стать. Ну и ладно. В конце концов, в цирке есть масса других не менее интересных профессий. Я могу стать эквилибристкой, гимнасткой, дрессировщицей тигров или хотя бы ассистенткой фокусника. Ох уж эти женские мечты. А вот как их воплотить в жизнь, будем разбираться в ближайшие 40 минут. Ну, доставайтесь с нами. Любишь экзотических животных, жонглируешь помидорами у бабушки на даче, танцуешь и показываешь фокусы? Сегодня мы расскажем, как применить эти таланты. Покажем, где обычных школьников превращают в звезды арены. А также откроем все секреты закулисной жизни. Это пин-код. Не пропусти самый зрелищный выпуск программы в новом году. Мама, я хочу в цирк, заявила наша зрительница Маша в канун Нового года. Вот только родители почему-то отказались выполнять эту, казалось бы, безобидную просьбу. Ой, Катя, просьба, наверное, была не настолько безобидной, потому что нашей героине Маши одного билета в цирк было недостаточно. Что ж нужно было Маше? Сейчас прямо и узнаем. Маша, здравствуй. Здравствуйте. Какая ситуация у тебя произошла в твоей семье на Новый год? Вот расскажи о ней. Ну, так получилось, что где-то под Новый год я решила, ну, я на самом деле долго об этом думала уже, но сообщить маме решила только под Новый год. Такой небольшой сюрприз. Вот сказала, что хочу наконец-таки работать в цирке как профессионал. Вот мама почему-то сказала нет. Ну, как почему-то, есть там причины у нее какие-то. Почему? Чем она мотивировала? Сказала, ты не пойдешь, потому что я запрещала? Или как-то объяснила свою позицию? Сказала, ну, первое-наперое, что это опасно. Ну, и тем более, ну, как бы для нее это не совсем та профессия, которую она на меня рассчитывала. Так, подожди, давай по порядку начнем. Ты чем-то занималась вообще? Вот кем ты хотела быть в цирке? Гимнасткой, правильно? Нет, я хотела быть клоуном, на самом деле. Клоуном? Да. До этого ты не занималась ничем? Нет, занималась. Я театрал с детства. Вот. Но я в клоунаде давно, но это скорее вот больше аниматорство такое. А именно как профессионала на арене выступать, это вот, наверное, больше к мечте уже. Хорошо. А ты как-то пробовала уже, может быть, тебя в роли клоуна каким-то образом? Репетировала, не знаю, перед друзьями, жонглировала шариками? Или вот надеешься, что это будет само по себе как-то придет со временем? Ну, дело в том, что клоун, я же говорю, как аниматор я уже давно, вот, с публикой я умею работать. Но в цирке, это вот, наверное, моя проблема, в цирке должен быть универсальный клоун. Он должен и жонглировать, и акробатические номера выполнять, а с этим у меня небольшие проблемы. Вот. Эх, тяжело, тяжело, я прекрасно понимаю. Кстати, чтобы узнать, одиноко ли ты в своих желаниях, мы запустили интерактив тематический, чтобы узнать ваше мнение. Сегодня он звучит так. С каким номером вы хотели бы выйти на цирковую арену и почему? Пишите нам, рассказывайте то, о чем мечтаете, и заодно голосуйте. Сегодня мы спрашиваем, в каком цирковом жанре вы хотели бы работать. Акробатика, клоунада, жонглирование, эквилибристика, сложное слово такое, дрессировка, либо фокус. Я так понимаю, что мы голосуем за клоунаду, правильно? Именно. Так. Отлично. Маш, давай определимся сразу. Мы уже проголосовали, кстати, почему-то пока что по голосованию все хотят фокусниками быть. Какие навыки есть, да, вот у тебя, чтобы мы сразу знали, потом уже во время эфира разбирали, что тебе делать дальше? Что умеешь? Ну, перво-наперво я всегда работала с публикой. Ну, с публикой понятно. Хорошо, с публикой. Жонглировать умеешь? Учусь. Учишься? Ну, тремя предметами умеешь ты? Нет, но скоро. Нет, ну хорошо. Можно два яблока осталось, можно попробовать хотя бы с двумя. Гимнастика, да, нет? Нет. Нет, ну... Как профессионал точно нет. Ты знаешь, у меня для тебя плохие новости, потому что если ты сама не умеешь, у нас в стране, насколько я знаю, цирковым профессиям не учат, и просто так решить пойти в какой-то вуз не получится. Тем не менее, я знаю одно место, в котором из обычных школьников делают настоящих цирковых артистов. А вот где такое происходит, узнает из сюжета. Они ездят по канату на роликах, парят в воздухе и с легкостью садятся на поперечный шпагат. Думаете, что на такие подвиги вы не способны? Позвольте разубедить. Эстрадный цирковой ансамбль романтики готов превратить в артистов всех желающих. Мы начинаем с самого обычного. Бегаем, прыгаем, хлопаем, топаем. Потом начинаем делать мостики, шпагаты, становиться на руки, даем азы, жонглирование. А спустя полгода ребята уже выходят на большую сцену и демонстрируют невероятные трюки. После первого выступления мир юных артистов круто меняется. Теперь они не представляют своей жизни без выступлений из света софитов. Они постоянно где-то у нас участвуют. Мы уже даже сбились со счетом и пытались посчитать сколько, потому что каждую неделю мы где-то выступаем. Это очень много выступлений для детей. И они постоянно практикуются, привыкают к сцене. То есть это очень безумный опыт для них. Но опыт – это лишь одна из составляющих успеха. Профессиональное будущее этих ребят на 70% зависит от упорства и настойчивости. Ведь в цирке все как в спорте. Забросив тренировки хотя бы на месяц, можно навсегда распрещаться с мечтой. Оттачивать мастерство нужно минимум три раза в неделю. Занятием я посвящаю два часа, иногда три. Я бегаю, прыгаю на скакалке, потом я начинаю разминаться. И потом я затяжки делаю, перевороты. А потом я иду на полотно и учусь новому. Стоимость таких тренировок не превышает 40 рублей в месяц. А концертный состав ансамбля и вовсе занимается бесплатно. Из дополнительных расходов – только оплата сценических костюмов. Придумываем эскиз мы совместно с руководителем. Шьет их наше шевья. Костюмы мы шьем один раз в год. И на костюмы у нас уходит 120 рублей. Но, как известно, не костюмы красят артиста. В воздухе девчонки исполняют невероятные трюки. Эта легкость и невесомость появилась благодаря двум годам тренировок. Приобретенное мастерство – отличное подспорье для будущей артистической карьеры. Они могут прийти сначала, получить базу знаний, а потом пойти в спорт, допустим. А многие другие, кто хочет, могут потом пойти работать в цирк, может попасть на контракт, может попасть в цирк десолей, то есть может пойти в цирковое училище. Да, перед этими ребятами уже открыты все дороги. Но вы пока только в начале своего пути. Поэтому поторопитесь сделать первый шаг в нужном направлении. Ну, в общем-то, что и требовалось доказать. Стать гуттаперчивым мальчиком или воздушной девочкой, к сожалению, получится только, если пойдет заниматься, ну, в 5-6-7 лет. Потом уже тяжелее. Не торопись расстраивать нашу Машу. Среди белорусских артистов есть ребята, которые впервые выходили на сцену и в 15, и в 20 лет. Например, Ирина Кузубова из Мозыря. В 14 лет она не могла стать даже на мостик. А сейчас сам смотри, что вытворяет. Ну, ты знаешь, мне кажется, что она немножко, наверное, слукавила. Таких результатов, как мне кажется, добиться, если начинать в 15-16 лет, практически нельзя. И об этом говорят очень многие. На самом деле, этот спор можно продолжать бесконечно. Я думаю, что помочь нам в этом сможет экспертное мнение разрешить все эти проблемы. Приглашаю в нашу студию главного режиссера Белого Сырка, Аллу Николаеву Алиеву. Здравствуйте. Здравствуйте. Алла, здравствуйте. Присаживайтесь к нам, присаживайтесь на такой красивый диванчик. Мы вас пригласили не просто так. Мы сегодня пытаемся разобраться. Вот есть конкретный человек, не занимался никогда профессионально. Можно ли попасть в цирк вообще, если ты не из династии циркачей? Ну, вы сами понимаете, что, как в любой профессии, если вы раньше ничем не занимались, то, ну, я сравнение сделаю. Это то же самое, что если сейчас захочу стать зубным врачом. Вы себе понимаете, что, ну, чтобы стать врачом, вам нужно 6 лет заниматься в институте, до этого в школе увлекаться специальными науками. То же самое и цирк, то же самое, как любая другая профессия. Проблема в том, что у нас существует распространенное мнение, что цирковое искусство или спорт – это как бы движение рук-ног. Скорее всего, это движение ума. Вы себе не представляете, насколько быстро развивается искусство, технология. И, ну, как бы, если вы не имеете с самого детства профессиональное образование, то есть вы не занимаетесь этим, да, у вас нету специальных наклонностей, как бы от Бога, будем говорить так, да, сверху, свыше, таланта нет. Вот именно к этому виду спорта или к этому виду жанра или профессии вообще, то вы, естественно, не сможете достичь ярких результатов. Почему? Подождите, а наша Маша, вот и хорошо, она хочет заниматься, она хочет пойти в клоунаду. Неужели она не может подготовить свой номер? Ну, пускай он будет сам смешным, но, как мне кажется, не всегда, ну, нужно вот эта вот гимнастика и бросать, особенно для клоуна, да, там вот эти вот шарики. Она может прийти к вам в цирк и сказать, у меня есть платный номер, который порвет. Или, к сожалению, должен быть универсальным артистом? Нет, она, клоун, во-первых, это универсальный артист. Клоун – это тот человек, который делает лучше всех то, чего он, как бы, пародирует. Поэтому, да, интерактив сейчас очень в моде, будем говорить так, общение со зрителем. Но ведь просто прибаутками, шутками ты публику не зажжешь. Вот у нас сколько было, значит, гастролей и сколько различных клоунов было. И, как правило, очень хорошо зритель воспринимает того клоуна, того коверного, который демонстрирует не только свои способности как аниматора, а способности именно владения разными жанрами. И как он это делает, как он это смешно делает, какой он ловкий и какой он вообще непредсказуемый, будем говорить. Вот я об этом, Катя, и говорил, о том, что уже немножко поздно. Тем не менее, если тренироваться активно, если посещать цирковую студию, которую приглашают в любом возрасте, можно как-то продвинуться в этой карьере? Либо все-таки это как зубным врачом, ни в какую, ни в как. Нет, вы знаете, чудеса на свете бывают. И одни из этих чудесных проявлений есть в нашем цирке, есть наш артист, и не один, а несколько будем говорить. Но все равно, вот смотрите, объясню немножко получше. Если вы в цирковой студии занимаетесь, да, вы сможете стать цирковым артистом, но шансы у вас именно работать в профессиональном цирке, они не столь велики, сколько у, допустим, ребенка, который вырос в цирковой семье. Объясню почему. Вы сами видели только что на сюжете, сколько в зале различных жанров репетируют, сколько людей. А преподавателя, как обычно, два, как обычно, три. Они очень талантливы, они очень трудолюбивы, эти три преподавателя. Но конкуренция высока. Но не то, что даже конкуренция, а насколько нужно себя отдавать детям, чтобы суметь каждому донести то, что ему нужно. А в цирковой семье ребенок получает индивидуальные уроки. От мамы, от папы, да? Именно индивидуальные уроки. То есть каждый пальчик, каждый поворот головы, актерское мастерство, какие-то нюансы. 24 часа в сутки ребенок тренируется, ребенок репетируется. Репетирует. Он все смотрит, все запоминает. В цирковой студии, или в школе, или в другом месте. Ребенок приходит на занятия, он попадает в эту атмосферу. Потом он уходит, он попадает в другую атмосферу. Хорошо, я сейчас немножко подскорю. А как же братья Сафроновы, которые гастролируют по всему миру своим, ну просто, я бы сказал, его можно уже даже легендарным назвать, шоу. И они же начали заниматься. Я просто не так давно с ними общался. Не так рано, когда они были уже, ну так скажем, в осознанном возрасте. Тоже есть же такой пример. Ну я же говорю, что есть чудеса, есть чудесные проявления. Но это как бы мы не можем применять ко всем людям. А кто сейчас вообще ищет, Беларусь, Белгостырк ищет сейчас кого-то, каких-то артистов? Да, мы вообще, мы всегда нуждаемся в артистах. Тем более, молодых, это непрерывно. Конечно, это бесконечный поиск. Но, как правило, сейчас настолько высоки требования зрителей, сейчас настолько требовательны к технике исполнения. Потому что вот фестиваль последний показал, насколько в жанрах нужно показывать именно на грани фантастики какие-то элементы. Но кроме того, нужно быть очень артистичным. Актерское мастерство, подача своего номера, каким образом ты его подаешь, реквизит, как выглядит. Потому что артист, он полностью все это делает. И общаясь, допустим, с Вячеславом Быханом, надеюсь, он будет в нашей студии, вы поймете, что это не просто человек, который пришел с улицы и встал на катушке и делает это. Он понимает реквизит. Он, опять же, встретился с цирковой семьей. И он полностью в этом варился и так далее. И там подобное. Ничего не бывает просто так. Хорошо. А если Маша, допустим, сделает-таки свой номер? Пускай в Белгосцирк ее не возьмут. А какие-то другие пути развития имеются? Понятно, что слишком высокие требования в Белгосцирке, слишком высокие требования. Но как? Куда-то еще? Можно же наверняка пойти? Ну, конечно, существуют миллионы и театров, и шапито, цирковые студии, которые делают спектакли. Существует очень множество вариантов. Понимаете? И бывает человек... Вот, я вам скажу так, вот, очень великолепный клоун Франки. Он выступал у нас на фестивале. Это уже достаточно пожилой человек, будем говорить так. То есть он не молод. И, как сами понимаете, он не может там показывать чудеса акробатики, техники. Но он одними паузами, одним взглядом, он делает такие чудеса, что это невероятно. Поэтому, в принципе, для Маши путь открыт. Самое главное, действительно, это трудиться, трудиться, трудиться. Просто нужно очень-очень правильно выбрать этот путь, понимаешь? Выбрать, как ты это будешь делать. Именно свое найти. Понятно, чем можно удивить. Да, чем можно удивить. Именно это очень важно. Вот. Ну, Маша, может быть, еще передумает идти в цирк, потому что сразу после рекламы на телеканале Беларусь-2 мы расскажем всю правду, что же творится за кулисами цирка. Не переключайтесь, это очень интересно. Вы смотрите молодежный интерактивный проект «Пин-код». Сегодня погружаемся в атмосферу цирка и пытаемся понять, как же стать действительно настоящим артистом. И вы, наши дорогие зрители, сегодня, я смотрю, активно участвуете в эфире. У всех заразился невероятный спор, кем бы они хотели быть в цирке. Некоторые шутят о том, что просто рассказывали бы анекдоты, и, собственно говоря, вышел бы на сцену и рассказывал анекдоты. Я бы не выбрала дрессировку, хотя очень люблю животных. Мне очень жаль животных, которые должны работать в цирке. Это почти жестокое обращение. Настя Морозова нам пишет. Настя, мы сегодня узнаем обязательно, так ли это на самом деле. Вот. Мне тоже, Катя, кажется, что не все так сладко. И о том, что же творится действительно под куполом цирка, и вообще за ареной мы узнаем у наших следующих гостей. И Саша Хоменко, Саша Зубкова, а также клоун Даниил Минкевич. Сегодня у нас в гостях. Здрасте. Здравствуйте. Ребят, привет. На самом деле цирк – это вечный праздник, это волшебство, феерия, вечные аплодисменты, путешествия. Или все-таки не совсем так? Ну, что касается путешествий, конечно, вы сказали верно. Это каждый, почти там, ну, каждый новый сезон, новый город. И ты путешествуешь, ты знакомишься с новым городом, с новыми людьми. Это новое общение. Что касается праздника, конечно, для каждого человека это, ну, по-своему. Зритель, когда приходит, для него, естественно, это праздник. Это артисты, это шикарные костюмы, шикарные номера. Что касается артистов, у них тоже своеобразный, но праздник. Каждый выход на манеж, каждая улыбка. Мне, как клоуну, если я добился улыбки у человека, значит, я отработал хорошо. И, значит, для меня праздник этот прошел успешно. Слушайте, ну, по сути, вы же постоянно прогоняете практически одну и ту же программу на протяжении достаточно большого количества выступлений. Это я, конечно, такую ремарочку сделал. Вообще, я хотел узнать, это ваша основная работа? Вот работа в цирке. Вот Маша хочет пойти в цирку. У нас есть девочка, которая хочет стать клоуном. Вот клоун, Маша, познакомься. Это основная работа в цирке в основном или такое? Клоун – это такой человек, который должен уметь все в цирке, поэтому я не могу вам ответить точно на этот вопрос. Сегодня я клоун, завтра я могу быть другим уже человеком. То есть что-то у меня может так повернуться, когда я сегодня клоун, завтра я, например, канатаходец. Вот. То есть вы умеете все, вы универсальные специалисты. Ну, я не буду так говорить, что я умею прям все, но можно и так сказать. Хорошо. Саша, ты у нас, наверное, самая юная из всех гостей сегодня. А ты же учишься в школе, правильно? Да. Да, как дела в школе обстоят? Это же вечные пропуски, наверное, вечные тренировки. Ну, я занимаюсь профессионально там скрипкой. В школе, да? Да. У меня республиканский музыкальный колледж. Я, когда пропускаю, ну, тогда я, естественно, пропускаю разные темы. Ну, это... Ругают. Приходится нависовать тяжело, да? Нет, меня не ругают. Я просто пропускаю, но я не часто пропускаю школу и стараюсь приходить на все уроки. Это самое главное, как говорится. А чем ты занимаешься вообще в цирковой сфере? В цирковой студии я занимаюсь жанром эквилибр. О, слушайте, серьезный жанр. Ну, вот мы сегодня говорили о том, что клоун, вот как Маша, должен уметь практически все. Вот у нас сидит героиня. Она немножко старше, чем наша вторая героиня. Есть ли у нее шанс прийти вот в клоунаду и вообще в цирк в таком возрасте? Вот нас только просто разочаровали. Сказали, что бесполезно уже начинать, очень сложно и не ждут Машу в цирке. Ну, конечно же, доля правды в этом есть. Если это не начинать с раннего возраста, это все не развивать, то, конечно же, сейчас это будет все трудно. Например, освоить эквилибристику. Я не очень, как бы, хорош в эквилибристике, но знаю, что сейчас ей будет очень трудно это освоить, например. И некоторые жанры именно циркового искусства ей тоже будет сейчас очень трудно, как бы, освоить. А клоун, он универсальный. Он должен, как бы, уметь большую часть артистов и должен быть лучше, как бы, артистов в какой-то системе, да? Вот, поэтому, скорее всего, что я соглашусь, что сейчас ей будет очень трудно прийти и работать именно в цирк, как бы, профессиональным клоуном. Саша, ты, наверное, одна из самых опытных цирковых артистов, я имею в виду, присутствующих в данной студии сегодня. Мы знаем, что ты уже воспитала несколько поколений ребят, которые сейчас успешно выступают. Расскажи, вот, путь этот, он тернист, какова вероятность сойти с дистанции раньше времени и бросить эти занятия, не добившись успехов? Какой процент ребят отсеивается? Ну, вот, нас честно, сейчас просто нас очень много смотрит молодежь, которая хочет знать, стоит им идти или нет. Ну, это все зависит от человека, я считаю, что если он хочет, если он горит, не важно, что там, камни с неба, я иду и все. Потому что я знаю очень много людей, которые, в принципе, мы тебя туда не берем, ты там нам не подходишь туда-сюда, а потом в итоге это вообще звезда. То есть надежда все равно должна оставаться? Она всегда есть, я считаю, что если ты хочешь, ты добьешься. Это просто зависит только от тебя, и ты можешь, если там получится, не получится, это будет заслуга только от того человека, который делает этот выбор. Я вот недавно была в вашей студии, и детки по секрету мне рассказали, что самая нелюбимая часть тренировки – это шпагат и растяжка. Почему так не любят ребята этот шпагат? Неужели это так сложно и так много времени и сил отнимается? Сколько отдаётся на шпагат, и насколько это важно у девчонок? Ну, это очень важно, но просто к этому, когда ты уже со временем привыкаешь, ты уже даже не зацикливаешься. Просто надо привыкнуть. Хорошо, давайте поговорим про насущные вопросы. Цирка можно зарабатывать себе на жизнь для того, чтобы чувствовать себя комфортно? Или это должно быть, ну, так вот, знаете, два раза в неделю выступил, и потом где-то потренировался на корпоративах, отработал. Это по тебе. Ну, нет, давайте говорить честно, почему? Это нельзя скрывать. Ну, конечно же, нет. В цирке, если работаешь, ты работаешь определённый сезон, определённые шоу-программы. Лично, как сейчас я буду говорить по своему возрасту, да, то есть мне иногда приходится где-то там подрабатывать на свадьбах, на днях рождения, на корпоративах, чтобы как-то, ну, заработать. У цирковых артистов, именно уже профессиональных, я думаю, что такой проблемы как бы в основном нет. Но существует такая черта, когда людей приглашают уже работать, но соглашаются на ней или нет уже в более таком профессиональном, как бы, стаже, да, я этого, к сожалению, не знаю. То есть, в принципе, если выбрать это как основную профессию и рискнуть, то это будет осознанный риск, потому что представители цирковых профессий могут зарабатывать приличные суммы, да? Ну, с этим я соглашусь. Мы об этом узнаем у людей, которые давно на цирковой арене. Мне, кстати, вот наши зрители пишут, Кристина Хартиноник, я бы хотела выступать с номером воздушной акробатики, мне очень нравится цирковой вид спорта этот, сама была в цирке три раза, поэтому очень понравилась. Я так понимаю, что тоже нужно очень долго этому учиться, то есть за сколько становятся профессионалами в области воздушной акробатики? Ну, это все зависит от количества тренировок, я считаю. Ну, в среднем, давайте говорить уже цифры. В среднем, мы просто так комбатизируем. Ну, смотря какая высота, это же столько всяких вариаций, смотря где, смотря что. Ну, минимальное количество времени, которое нужно затратить, чтобы вот хотя бы научиться парить в воздухе. Просто парить, ну, может годик, годик, то есть минимум просто лететь, просто лететь. Вот так вот, пока мы здесь погружаемся в атмосферу цирка и узнаем, насколько все это сложно, наша коллега просто берет и делает. Она отправилась в цирковую семью, чтобы узнать, как это жить среди циркачей. Любишь экзотических животных, жанглириешь помидорами у бабушки на даче, а может, ты еще танцуешь и фокусы показываешь? Тогда у тебя есть отличные шансы стать артистом в цирке Шапито. Для семьи Кахнович цирковая арена – часть жизни. Папа – директор цирка Шапито, мама – художественный руководитель, а их дети – цирковые артисты. На время отпуска, который длится у цирка с ноября по апрель, в их доме зимуют пони, пудели, шиншилы, игуаны, обезьянка и даже питон. У нас все животные в доме ручные, это все цирковые, они живут в хороших условиях, не кусаются, не дерутся, они ведут себя, как настоящие цирковые артисты. Никите всего 12, а он уже настоящий, да еще и самый юный дрессировщик в Беларуси. А может ты мне что-нибудь покажешь, мне тоже получится? Ну давайте. Оказывается, если собака уже надрессирована, даже мне удается заставить делать ее команды. Ты, наверное, сейчас думаешь, конечно, если родители цирковые артисты, ребенку нетрудно будет пробиться на этом поприще. С профессиональной поддержкой родных, безусловно, проще, но у нас для тебя отличная новость. Сами присылают нам свое резюме, свою подсулью, мы отсматриваем, выбираем, созваниваемся, потом как-то приглашаем, смотрим вживую, как они себя подают. Если нам нравится, то мы договоримся, берем их, мы сидим. Мы талантливые молодежь, стараемся поддерживать. Как же это все интересно. Путешествия, выступления на цирковой арене, слава, вечный праздник. Но не стоит забывать о том, что это также ежедневные репетиции. Ребята признаются, что работу в цирке не просто совмещат с учебой. Не подготовленный, пришел на урок, это было на уроке физики как раз. Просто на глазах у всего класса обыкновенные предметы начали просто левитировать. Ну, учитель физики сказал, что это на самом деле достойно, и ничего мне, двойку не поставил. А вы верите в магию и волшебство? Я вот не очень, но у Льи получилось меня убедить в обратном. Те, кто однажды попал в цирк, не променяют его ни на что другое, считают наши герои. Так что осваивай цирковое мастерство и присылай свое портфолио в цирк Шапито. И, может быть, и ты будешь блистать на цирковой арене, как эти ребята. Вот так, а в цирковой семье считают немножечко иначе, чем наши гости. Там считают, что артистам может стать кто угодно, как мы уже поняли, и вообще это потерянное детство. Да, правда ли это? Действительно ли можно лишиться детства таким образом? Остаются ли временные детские жалости какие-то у вас? Ну, как я помню себя в детстве, у меня немного оставалось. Немного, но оставалось. Конечно, больше времени уходило на репетиции, на тренировки. Сколько времени? Вот сколько по времени у тебя ушло в день, в неделю? Ну, если вспомнить мой детский график, то возвращение из школы где-то было в три часа дня, потом школа искусств до семи, и вот с семи до восьми уроки, а потом с девяти там немножко где-то можно было и остаться для небольших шалостей. Саша, а у тебя точно так же? Либо остается время, не знаю, с подружками встретиться? Нет, у меня очень много времени. Я, когда прихожу со школы, я в те дни, когда у меня есть тренировка, я сначала играю на скрипке, так как я занимаюсь на ней профессионально, и нужно выигрывать по два-три часа в день. Я играю на скрипке, потом я еду на тренировку, где-то в восемь часов я приезжаю, уроки я делаю очень быстро, и потом у меня остается очень много времени для того, чтобы заняться своими делами. То есть получается, что ты грамотно распределяешь время, поэтому хватает абсолютно на всё, да? На самом деле это такое явление часто, наверняка, когда дети рано взрослеют, правильно? И им всё время хватает и на то, и на это, и на учёбу, и на какие-то развлечения. Так, Александра? Да, конечно. Если всё правильно сделать, расставить приоритеты. Хорошо. То есть детство не теряется. Ну, мы сейчас говорим же про идеальную ситуацию. Вот есть студия, в которую можно прийти, начать заниматься, вот можно себя показать, да? Показать, что ты будущая звезда цирка, и всё, твоя карьера потихонечку пойдёт, да? При том, что ты этого, конечно, сам хочешь. Другая ситуация. Город Мозырь. Нет студий цирковых, никаких. Что делать ребёнку, если он ещё даже не определился, что он хочет пойти в цирк, не определился с жанром? Может быть, ему как-то физическую форму поддерживать? Что ему можно делать? Какие шаги? Ну, я вам скажу такое, что в любом городе есть, даже если не студии, то какие-то школы музыкальные. Я сам вырос не в Минске, я вырос в городе Осипович, это Могилёвская область. Там есть детская школа искусств у нас в городе, где обучают различные направления. Музыка, театр, танцы. Мне родители отдали в детстве на театральную студию, где я отучился 5 лет, по театральному направлению. Ну и там уже больше познакомился с миром театра и миром клоуната. Сейчас Маша улыбается. Я так понимаю, что Маша тоже занимается в театральной студии, да? Я закончила театральную школу. Вот, уже, видите, первый шаг. Что дальше? Хорошо, пошли в школу. Что ещё можно делать? Физическую, наверное, свою форму можно себя приводить как-то? Конечно, физическую. А почему клоун должен быть развит во всех направлениях настолько сильно? И на шпагат ты тоже умеешь садиться? Ну, есть отдельные такие нюансы, которые я ещё не смог, как бы, постиг. Но мне ещё учиться и учиться, чтобы стать профессиональным клоуном. Как бы сейчас я являюсь клоуном, но ещё не профессиональным. Хорошо, а взрастить профессионала сможешь? Вот взять Машу под своё крыло и... Маша, с какой надеждой вы бы это видели? Ну, возможно, возможно. Какими-то базовыми... Нет, конкретно, да, нет. Сейчас, вот в прямом эфире на всю страну ты готов заявить, что Маша, я помогу тебе стать клоуном. Ну, хотя бы базово, ну, помоги ты, девушки, а. Ну, то, что я умею, как бы, я смогу, Мария, тебя обучить. Спасибо. Уже надежда. После рекламы мы познакомим вас с подростком, который вырос в цирковой семье, почти так же, как наш Даниил, но пока что отказывает выходить на арену. А вот почему, узнаем совсем скоро. Вы смотрите молодёжный интерактивный проект «Пин-код». Сегодня говорим про цирка, разбираемся, как же стать настоящим артистом. И перед тем, как уходить из нашей студии, ребята во время рекламы успели обменяться номерами телефонов. А ещё просили передать от нас, от лица телеканала «Беларусь-2» поздравление художественному руководителю этой студии Людмиле Хоменко. Поздравляем вас с днём рождения и спасибо вам за таких чудесных ребят. Ну, а в нашей студии уже настоящая цирковая семья. Одна из, наверное, самых выдающихся и интересных семей Беларуси, потому что мама... Расскажу немножко вам историю этой семьи. Мама выросла в цирковых опилках фактически, всё своё детство проведя в цирковой семье. Папа пришёл в этот спорт уже после 20-ти, а сын, Данил, как я понимаю, пока ещё даже не планирует повторять судьбу родителей. До 20-ти. Мы встречаем в нашей студии Кристина Нуз, Вячеслав Быхан и их сын Даниил. Здравствуйте. Давайте посмотрим фрагмент видео вашего выступления. Есть оно у нас на экране. Да, это бесконечный праздник, я так понимаю, яркие костюмы, что-то фееричное. Расскажите, как так получилось, что вы пришли в цирк в таком вот возрасте, когда говорят, что уже слишком поздно. В 20 лет, да, было вам или больше даже? 20, да. Я перед выбором стоял. Или оставаться с любимой со своей, или... Ну, по-другому никак. Потому что цирковые гастроли от полгода и свыше бывают, соответственно. Деваться некуда было, надо было что-то решать. И все, и началось бесконечное... Хорошо, в каком жанре вы работаете? Эквилибр. Эквилибр. Хорошо, а особенности этого жанра в двух словах, в чем он заключается? Это баланс. Это баланс. Это, да, баланс. Преодоление сил притяжения, можно так сказать. То есть, я так понимаю, что это стойки на руках какие-то, да? Есть эквилибр на руках, есть эквилибр на катушках, есть эквилибр на вольно стоящей лестнице, короче... Эквилибр на моноцикле. На моноцикле, да. Это все, что связано с балансом. А моноцикл это что такое? Она колесная. Да, одна. В общем, если вы в детстве брали бревно, клали на него дощечку, вы знаете, что такое эквилибр. Я вас поздравляю. Да, это эквилибр на катушках. О, это определение. Эквилибр на бревне. Хорошо, вот мы сегодня определяемся, стоит идти вообще заниматься этим или нет школьникам, которые нас сейчас смотрят. Вот мы уже видели историю Маши, которая 18 лет, она хочет пойти. Все ей говорят, не нужно, не надо этого делать. Ну, может быть, что-то получится, но лучше не надо. Одну секунду я прошу увидеть. Вот на этот фрагмент обратите внимание, каким образом, мне до сих пор непонятно. Это же реально преодоление всех сил притяжения. Вот просто поаплодировать хочется тому, что вы делаете. Слушайте, ну да, аплодисменты, спасибо. Давайте вернемся к всяким вопросам по поводу того, стоит ли начинать в возрасте 18-20 лет. Ну, мне кажется, это выбор каждого человека. Я думаю, что... Но начинать никогда не поздно. Если нравится человек, если он горит желанием, почему бы нет? Просто наши зрители уже на секундочку потеряли надежду, когда им сказали, что все, поздно, нужно было либо в пять идти, либо все сидеть и надеетесь на маленькое чудо. То есть сейчас вы со всей ответственностью заявляете, что пробовать, рисковать все-таки нужно и стоит. Если хочет человек, почему бы не попробовать? Вопрос, наверное, Даниилу. Даниил, ты осознанно решил сам пойти? Или все-таки родители как-то настояли говорить, ну попробуй, потом решишь? Елиса, я знаю, что ты увлекаешься музыкой, да? Себе музыка больше, чем цирк, интересно. Ну да, я закончил в прошлом году музыкальную школу по классу эстрадного фортепиано. И спустя три месяца я решил поступить на класс классический гитар. А чего не хочешь цирк особо? Ну, ОФП и азы циркового искусства родители мне по времени подают. Что по ОФП это? Общая физическая подготовка. Не образованная просто. Да, в цирковой сфере. Хорошо, ну так безопаснее просто заниматься музыкой, играть на гитаре, чем парить под куполом цирка и вот совершать вот такие невероятные вещи. Я не могу за моей спиной это происходить, просто руки начинают трястись страшно за вас даже. Тебе кажется, что так безопаснее музыкой заниматься или просто не хочется? Не в этом дело. Я в цирке освоила пока только моноцикл. Ну, мне кажется, просто к музыке я больше приспособлена, чем к цирку. Ну, а как вообще сына? Сами прививали ему любовь к цирку? Все-таки насильно немножечко водили или нет? Нет, ну если бы это было насильно, он бы занимался. Был бы уже какой-то результат. Так как мы насильно его как бы и не заставляем, он выбор сделал пока по музыке. Хорошо, а давайте честно. По опыту папы, как бы он думает, что можно будет. Наверняка одна из причин, по которым Данил не хочет идти в эту сферу, он видит бесконечные падения, наверняка травмы. Давайте вот сколько раз можно ли счесть, сколько раз вы падали, сколько раз получали травмы. Ну, у нас цирки не говорят вообще об этом. У нас стал, поднялся, отряхнулся и в бой. Хорошо, дальше. Занезал рано, да, можно так сказать. Не говорят об этом. Ну, без этого никуда не пойдешь. Ну, а Данила почему? Ну, я не думаю, что его это пугает. Да, его не пугает, наоборот, характер воспитывается. Хорошо. Он с нами же постоянно на гастролях, он все это видит, он видит эту закулисную жизнь. Да. Изнутри, как можно сказать. Изнутри все. Да, да. У нас же, получается, у нас вся жизнь на манеже, можно сказать. У нас даже и свадьба, и день рождения на манеже, правда. Вот так вот. Да, можно так сказать. А не тяжело вот это вот постоянное, то есть те, кто хочет заниматься этим видом деятельности, как правило, уже готовить себя к тому, что нужно быть постоянно гастролировать, не иметь, ну, дома как такового, то есть постоянно где-то перемещаться. К этому кочевническому, с позволения сказать, образу жизни, нужно привыкнуть наверняка? Не все к нему готовы? Ну, я думаю, что да, не все. То есть я так понимаю, что личная жизнь может быть только практически внутри цирка? Внутри коллектива. Внутри цирка. Это правда? Да. То есть если ты уже с кем-то встречаешься, то тебе, скорее всего, если ты пойдешь выступать в цирк, придется сказать этому человеку пока, потому что никто такого не выцелит. Или поступить как Кристина и просто пригласить его с собой. Да. С твоими деятелями. Девочки, идите на манеж, там можно найти жениха. Но при этом, если он у вас уже есть, надо ему будет сказать пока. Цирка, это, кстати, тоже один момент, который нам тоже понимать, скорее всего, конечно. Хорошо. А цирка, наверное, в каком-то возрасте уже должен завершить карьеру? Есть период, в который он может находиться на манеже? Тогда пейте. Может, уже 18 лет, да. Ты пришел в цирк, а в 20 нужно заканчивать в 25. Ну, на самом деле, так и есть. Вот если я в 10 лет... Я с 8-7 лет на манеже, да, ну, как артистка, оформлена профессионально. Я была с 10 лет. И, то есть, в 25 лет я бы ушла уже бы на пенсию. А я все гастролирую, 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 пока есть сила работает человек. Нас говорят, бывших цирковых артистов не бывает. Они просто, когда уже подходит дело, ну, когда уже тяжело, на менее травмоопасные жанры переходят. Там, дрессура, иллюзия. Ну, да, иллюзия. Вот, или переквалифицироваться, но, соответственно, нужно образование. Другие профессии режиссеры. Где вообще учат? Где есть цирковые школы в мире? В Беларуси понятно, что страна небольшая, поэтому... Москвы, цирковые училища. Москвы, класс, хорошие, да, училища. Но если у вас была возможность куда-то поехать, вы в какую школу поехали? В Москву, соответственно. В Москву. Хорошо. Ну, вот наши зрители сейчас смотрят на вас, как на образец семьи, которая вот прошла этот путь и сейчас выступает, гастролирует, живет в бесконечном празднике. Какие шаги вы посоветуете сделать вот первым делом, вторым и третьим? К чему готовиться, прежде чем с головой окунаться в эту профессию? Ну, не знаю. Самое главное – это желание, чтобы он был у человека. Если есть вот героиня Маша, да, если у нее есть такое желание, почему бы и нет? Почему не попробовать? Все возможно. Невозможного ничего нету, просто больше времени на этом уйдет. Конституция тела должна быть какая-то. Должен человек быть хотя бы чувство ритма, чувство такта должен быть. А вот что сказать родителям, которые против цирка? Как их можно убедить? Как вы считаете? Ну, я не знаю даже, как можно убедить. Это сложный вопрос. Это сложный вопрос. Такой риторический, может быть. Привезти к вам, наверное, на недельку пожить в цирке и показать, что это, наверное, не так страшно, как кажется. Ну, понимаете, они... Оборот, по-моему, да. Лучше не приводить. Да, если они увидят, видят на манеже картинку, чтобы три минуты отработать, вот так, годы обильного серьезного труда. Репетиции, да, подготовки. Это травмом, это родителям лучше не видеть. Спасибо большое за разговор. Давайте, наверное, подведем итоги нашего интерактива. Мы сегодня спрашивали у вас, дорогие друзья, в каком жанре вы бы хотели себя, так скажем, попробовать? И большая часть наших зрителей хочет попробовать себя в акробатике и в дрессировке, а также в фокусах, кстати. Наверное, фокусам нужно обучаться дольше, чем неделю, как я, и тогда не будут у вас падать яблоки таким же образом. Что еще можем пожелать тем, кто хочет идти вот в эту, так скажем, профессию? Вы можете прямо вот на эту камеру что-то сказать. Любой целеустремленный человек может стать артистом цирка. Ну, а мы, в свою очередь, с семьей хотим пожелать всем желающим стать артистом цирка целеустремленности, упорства, самое главное... Здоровья. Силы воли. В нашей профессии. Ну, и с праздниками, прошедшими. Да, всех с праздниками. Спасибо вам большое. Сегодня мы пытались разобраться в том, что ж такое этот цирк и почему он так манит. Все. Герман Малышицкий, Катерина Додерхина, мы вам говорим. Увидимся через неделю. До свидания. До встречи. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова